Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Операция провокация. Надежда Савченко действительно вела разговоры о теракте в парламенте. Зачем? Недороги о наказании. В смеле оштрафовали водителя, который лишился колес из-за ямы. Как объяснили? Арестован Николай Саркази. В чем обвиняют бывшего президента Франции и что ему за это грозит? 60 дней в СИЗО. Апелляционный суд столицы оставил Владимира Рубана под стражей. На заседании прокуратура также назвала новые статьи, которые вменяют бывшему переговорщику. Все подробности в материале. Сегодня в апелляционном суде столицы рассматривали изменения меры пресечения Владимиру Рубану. Защитники просили вместо содержания под стражей домашний арест. Но сторона обвинения выступила категорически против. К тому же прокурор заявил, что 15 марта Рубану сообщили о новом подозрении. Теперь, кроме прочего, ему инкриминируют попытку насильственного свержения конституционного строя и захват государственной власти. На заседании также присутствовал нардеп Надежда Савченко. Просила отпустить Рубана на пороки. Но и в этом случае прокуратура высказалась против. Мол, Савченко может быть причастна к тем же преступлениям, что и подозреваемый. Посовещавшись, коллегия судей постановила. Упало следующее суде Шевченко из района судов. Запобежный защит в виде тримания под вартою до 6 травня 2018 года. Залишите без змін. Аплоденную апелляційную скарду защитных уполицян. Залишите без задоволения. Клопотание негодного депутата Украины Савченко. Про взяття, підборзаного Рубана на особисту поруку. Залишите без задоволения. Упало апелляційного суду, скажу, не подлігає. Рішенням, мабуть, выважено, але точно очікувано. Але я скажу, що життя буде театр, а тут буде цілий телесериал. Це не перша, а друга. Третья серія буде на останній. Ми всі будемо світки. Я вже участник з цими хлопцями, а ви будете світками. Напомню, Владимира Рубана задержали утром 8 марта на нулевом блокпосту КПП «Майорск». Он вез с оккупированной территории мебель, в которой находилось оружие. Но задержанный уверяют, не знал, что перевозил. Его подставили. Рубана подозревают в совершении тяжких преступлений, среди которых подготовка теракта. 9 марта Шевченковский райсуд отправил его в СИЗО до 6 мая без права внесения залога. Надежда Савченко сразу после суда по делу Рубана, что показательно накануне рассмотрения в регламентном комитете вопроса о ее аресте, собрала пресс-конференцию. Нардепа призналась, что действительно причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий. Более того, она подтвердила, что вела переговоры об организации взрывов в Верховной Раде. Но, по словам Савченко, это была вовсе не подготовка к теракту, а некая спецоперация. Причем планировала она ее вместе с загадочными объектами А и Б. Мы разработали и расставляли схемы, где можно, как можно, какими методами можно ликвидировать Верховку Влади. Все это объект А постоянно нотировал. Я даже подсказала и другие идеи. В парламенте от коллег, когда я жертвовала на эту тему, а че не двинуть бы сюда гранатой, коллеги порадили лучше в фильтровую систему запустить газ. Вопросы о лишении неприкосновенности Савченко могут поставить на голосование уже в этот четверг. А сегодня избранники обсуждали, как запретить самим себе ходить в Раду с оружием, как подправить бюджетный кодекс и признавать ли выборы российского президента из-за голосования в Крыму. В общем, сегодняшнее парламентское кино – это карты, деньги и стволы. Но, похоже, не на все хватило массовки. Подробнее Елена Зорина. Вторая неделя работы в зале, а депутаты все спорят о повестке дня сессии. На кону больше сотни законопроектов-запросы у каждой фракции свои. Кто-то требует решить проблемы аграриев, кто-то начать с социальных вопросов. В большинстве хотят дать ответ Москве после воскресных выборов президента России в аннексированном Крыму. Постановление о признании волеизъявления нелегитимным уже зарегистрировано в парламенте. Эта постанова дополняет политико-правовую позицию Украины относительно действий России. Створяет подставки для расширения санкций и подготовки консолидованной претензии до края-агрессора. А главное – еще раз наголосить, что Крым – это Украина. Это главный сенс этой постановы. Но до постановления у спикера руки не доходят. Он предлагает утвердить то, что уже не вызывает дискуссии. Однако не тут-то было. Голосов за повестку сессии не хватает. В некоторых фракциях даже недельным расписанием недовольны. У нас вообще не влаштовывают порядок денный, который сформован на этом пленарном неделе. Он пустий и не отвечает интересам гражданства. Мы требуем переглядов бюджета, уменьшения тарифов, уменьшения виплат на силовой блок и уменьшения социальных виплат. Это главная наша треба по порядку денного. Другая вопрос – четыре закона про переселенцев. Там неголосов не хватает, там розума не хватает. И амбиции, как у молодых баранев, бьют через край. Мы наполягаем на том, что парламент рассматривает вопрос о возставку выполнения министра охраны здоровья Ульяны Супрун, которую в народе называют доктор смерти. Вот в результате деятельности этой доктор смерти миллионы украинцев страждают и не имеют возможности отримать медичную допомогу. С пятой попытки после перерыва и консультации с лидерами фракций вопросы этой сессии все же утверждают. Но на этом силы избранников иссякли. Стопорятся на первом же законопроекте. Это изменения в бюджетный кодекс. Для того, чтобы мы были между собой отвертыми, чтобы у нас была возможность подпрацевать протягом всего года, все ваши желания, опрацевывать эффективно, включать в бюджет, не перед Ялинкой, а начиная с сегодняшнего дня, с момента голосования, нам необходимо принять этот законопроект. Будь ласка, поддержите его. Несмотря на уговоры профильного министра и спикера, избранники голосования проваливают. Но в кулуарах дискуссия о другом. Хватит ли голосов за снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко. Этот вопрос комитет должен рассмотреть уже завтра, а в четверг его могут вынести в зал. А вместе с ним покажут видео, которое, как говорят в пропрезидентской фракции, доказывает причастность избранницы к подготовке теракта. Те видеодокументы и видеофіксации, которые будут представлены в зале, собраны Службой безопасности Украины. Это материал за долгий период, потому что расследование в ВЛОС, начиная с листопада месяца прошлого года, делалось в серьезной теймнице. И сейчас мы не можем говорить, потому что это теймница следствия. Но то, что мы знаем и то, что будет представлено, оно действительно покажет размер, масштаб террористического акта, который готовился в стенах парламента и в этом квартале. Мы будем принимать участие в обговорении, которое будет в четверг. И вы знаете, для нас вопрос о снятии недоторганности, касательно любого народного депутата, это принцип. Мы всегда голосуем за это. А дальше будем слушать эту информацию, которую дает Генеральная прокуратура. В парламенте тем временем зарегистрировали проект о разоружении избранников. Документ предусматривает прохождение депутатов через рамки. Если его примут, нардеп не сможет заходить в Раду с оружием. Его нужно будет оставить в специальном сейфе. Поддерживают проект во всех фракциях, но сомневаются, что он будет действием. Рамки уже стоят. Чи помогают они? Нет. Мы все знаем, что в зале постоянно находится 30-50 стволов. Будь-хто не может искать народного депутата. Все это понимают. Он будет проходить и сказать, что у меня есть зарядка. Извините, это она звонит. Ходят. Ходят. Я не ходу, у меня есть травматическую оружие, сохраню дома от хулиганов. Что она может допомогать? И под вечер депутаты этот законопроект утвердили. За разоружение самих себя проголосовали 263 парламентария. Елена Зурина, Александр Васильченко, Владимир Самченко и Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Руководитель САП Назар Холодницкий может подать в отставку. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в прокуратуре. Причина проблемы с сердцем. И сейчас Холодницкий якобы обдумывает возможность увольнения. А до пасхальных праздников планирует уйти в отпуск. В антикоррупционной прокуратуре эту информацию опровергли. Утверждает, что Холодницкий собирается в Брюссель, где до конца недели он проведет целый ряд встреч с депутатами Европарламента. Военная прокуратура завершила досудебное расследование по делу о так называемых налоговых площадках бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщил главный военный прокурор на своей странице в Фейсбуке. Анатолий Матиас обнародовал документы о том, что помимо Клименко по делу проходят 52 подозреваемых. Все они высокопоставленные чиновники бывшего министерства доходов и сборов. Общая сумма ущерба более 100 миллиардов гривен. Над делом работали 40 следователей и прокуроров. Разобраться с бывшими по-французски. Экс-президента Франции Николя Саркази взяли под стражу. Его подозревают в незаконном финансировании своей собственной избирательной кампании в 2007 году. Что грозит бывшему главе государства, расскажет Елена Абрамович. Николя Саркази задержали ранним утром по делу 2012 года, которое суд недавно возобновил. Бывшего французского президента обвиняют в том, что он вдвое перевысил лимиты финансирования своей предвыборной кампании в 2007. Саркази получал деньги наличными от ливийского диктатора Муаммара Каддафи, утверждает французский бизнесмен ливанского происхождения, который якобы лично перевез из Триполи в Париж три чемодана с двумя миллионами евро в каждом. Есть кое-какое признание со стороны господина Саркази, где он говорит ничего конкретного. И теперь настало время пролить свет на эти дела. Это должен сделать суд. Задержание экс-президента это удар по национальной гордости любой страны, заявили партии ультраправых Франции. А бывшие соратники Саркази призвали дождаться результата вследствия. Всем известно, что я принадлежал к той же политической семье, что и Николя Саркази, и те, кто следит за политикой, знают, что временами у меня с ним были сложные отношения, но они всегда основывались на взаимном уважении. Саркази должны допросить и решить, стоит ли его удерживать под стражей далее. На данный момент ему грозит год тюрьмы и 3750 евро штрафа. Сам экс-президент утверждает, что ничего не знает о мошеннических методах, которые могла использовать пиар-служба. Елена Брамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В Украине даже по делу о причастности к смерти человека можно отделаться условным сроком. Именно такой вердикт вынес суд во Львове бывшему сотруднику ГАИ. Чем руководствовалось правосудие, выясняла Галина Якошко. Все произошло в июне прошлого года возле церкви Андрея Первозванного в центре Львова, сразу после службы. Виктор Макаришин вместе с женой сел в свой недорожник и стал выезжать с парковки. Неожиданно машина резко набрала скорость. Летела в каменный монумент с крестом и перевернулась на бок. Автомобиль зацепил двух женщин. Одна из них погибла на месте. Вторая получила травмы. Предварительной причиной аварии правоохранители тогда назвали неисправность автомобиля. За рулем был их коллега, бывший сотрудник ГАИ. Людина включила драйв, вывернула корму вправо. А что стало причиной, мы не можем это сказать. Будет проверяться экспертизой на самом деле. Это педаль газа, или она не заклинула. Окончательные результаты экспертизы показали. Автомобиль был исправным, педаль газа не клинила. Суд признал Макаришина виновным в совершении ДТП. Он раскаялся. Судьи сочли это смягчающим обстоятельством и присудили 4 года условно с 2 годами испытательного срока. Счера раскаялась, сперяла раскрытие криминального проведения, раскрытие злочину. Также отшкодовала моральную шкоду потерпелим, непотерпелим особам. Также другие помягчающие обстоятельства. Женщине, пострадавшей в аварии, Макаришин обязан заплатить 250 тысяч гривен компенсации. Погибший он установил памятник за свой счет. Родные говорят, никаких претензий к бывшему гаишнику не имеют. У меня все нормально. Они мне дали материальную помощь. Они меня похоронили. Они мне памятник сделали. Они пожелали мне тогда для счета. Я не хочу ничего. Я не буду вымогать людей. Я не могу, а я буду, чтобы человек до смерти отплатила. Мы пытались узнать, почему Виктор Макаришин так резко выехал с парковки. Но его адвокат сообщил, общаться с журналистами его подзащитный не хочет. Мы побывали возле дома Макаришина в одном из сел недалеко от Львова. Дверь никто не открыл. Во дворе стоит только старенькая девятка. Land Cruiser суд арестовал. Известно, что бывший гаишник ездил на нем всего полгода. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интерлево. Разбил машину, так еще и штраф за платье. Это история водителя из Черкасской области. Мужчина въехал в яму, пробил два колеса, вызвал полицию, чтобы потом подать в суд на коммунальщиков. Однако сам был наказан. Все подробности этой истории расскажет Станислав Кухарчук. Бездорожье всмеле начинается на самом въезде, а заканчивается на выезде. Шутят водители. Но в минувшую субботу Дмитрию было не до шуток. Его автомобиль, попав в небольшую яму, лишился сразу двух колес. Дмитрий сразу же вызвал на место полицию. Решил подать ист на смелянских дорожников. Однако приезд правоохранителей похоронил его надежду на возмещение убытков. Взяв у водителя заявление, полицейские заявили, должны составить протокол о нарушении Дмитрием правил дорожного движения. Штраф минимальный – 340 гривен. Вы должны предупредить эту ситуацию, предусмотреть, как говорят, что вы должны были загальмовать, уникнуть от отступления с этой ямой. Вы сами видите, куда бегать? Тут скрыть ями. Чтобы избежать штрафа, Дмитрий письменно отказался от своего заявления. Это автостанция, где мужчина уже после встречи с патрулем менял резину на своем автомобиле. Работники говорят, на месте Дмитрия может оказаться любой. А вот в Смелянском отделении полиции действия патрульных, которые хотели составить протокол, называют обоснованными. Мол, по правилам дорожного движения водитель должен был предусмотреть аварийную ситуацию. Насчет отказа Дмитрия от заявления говорят, он поспешил. Протокол бы мог стать одним из доказательств, если мужчина все же надумает судиться с дорожниками. Правда, сам Дмитрий теперь не уверен, что будет подавать иск. Тем временем в Смелянской мэрии уже анонсировали ремонт дорог. По крайней мере, в центральной части города. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Проблемы безопасности на украинских дорогах сегодня обсуждали в Министерстве инфраструктуры. Что решили, узнаем от Богдана Вербицкого. Разбитая машина, осколки стекла и кареты скорой помощи. Такие картины на украинских дорогах становятся уже обыденными. В 2017 году увеличилась количество ДТП на 14,2%. Чиновники из обл. администрации, члены комитета Верховной Рады, антикоррупционеры и даже сотрудники СБУ. В Министерстве инфраструктуры сегодня проводили круглый стол. Главная тема – безопасность на украинских дорогах. Правопорядок на дорогах в европейских странах контролируют государственные органы. В Украине же ситуация с точностью да наоборот. Контроль на местах ведет патрульная полиция. Но, по словам самих копов, этого недостаточно. Это вопросы, которые относятся к компетенции многих структур. Не только контролирующего органа, которым есть национальная полиция, патрульная полиция, первое за все, а и всех других структур и гелок власти. Следить за ситуацией на дорогах могли бы в Государственной службе по безопасности на транспорте. Но проверять перевозчиков чиновники пока не могут. Всему виной бюрократическая брешь. Это и мораторий на соответствующие проверки, где сковывает певные действия Укртрансбезпеки. Мораторий, знаете, внизу певных коррективов. И много перевозчиков нехтует правилами надания послуг. Хоть как-то контролировать ситуацию на дорогах пытаются общественные активисты. Признаются, нарушений много. Замеряли грузы грузовиков на трассах. Они превышают все нормы в два-три раза. Тему грузоперевозок и транзита также не оставили без внимания. Ведь это хороший заработок. Вот только денег Украина недополучает. На транзитный потенциал Украины на сегодняшний день, как всем известно, впливает и дорогая груза, стан дороги территории Украины. 2013, 2015, 2014 годы дорогая груза вызвала критическое недофинансирование. Негативными действиями для транзитного потенциала государства и подрывная деятельность, что спрямована на ослабление, зупинку, функционирование и деформацию стратегических транспортных объектов критической инфраструктуры. Говорили на заседании о новшествах. Планируют создать электронный кабинет перевозчика, вести онлайн-реестры и доокомплектовать новой мобильной лабораторией. Но сначала нужно проголосовать законы в парламенте. Богдан Вербицкий, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал «Интер». Минимальную зарплату нужно установить на уровне не ниже 10 тысяч гривен, пенсию не менее 5 тысяч. С такой инициативой Нардеп Каплин выступил на заседании комитета по вопросам соцполитики. Свои идеи он изложил в законопроекте, который предусматривает создание программы по реформированию профсоюзов, улучшению соцзащиты переселенцев и сокращению количества трудовых мигрантов из страны. Впрочем, Нардеп полагает, что его инициативы будут буксовать в парламенте из-за коррупции депутатов. Все эти новости, все эти изменения абсолютно невозможно в умовах, пока мы не переможем политическую коррупцию в середине Верховной Ради Украины. Деякие народные депутаты, например, Крабинович, позволяют себе купить квиток за несколько миллионов гривен, взлетать в Европу, из Европы полететь в Израиль, из Израиля снова в Украину, под другими названиями, с другими паспортами. Мы возвращаемся к НАБУ с тем, чтобы проверили наявную и нам переданную информацию до антикоррупционных органов с приводу его ВИЛ, его островов, его лета, его гортежи, автомобилей, охраны и других миллионов долларов в банках по всему свете. Корь в Закарпатье не отступает. Лидер по количеству заболевших за последние недели – это Ужгород. Всего в области с начала года вирус подхватили почти полторы тысячи человек. В основном это непривитые дети. А по стране в целом более семи с половиной тысяч. Подробнее расскажет Марина Коваль. На двери этого детского сада объявление – закрыт на карантин в связи со вспышкой кори. Диагноз подтвердился у шести воспитанников. Дети Ирины Брезы тоже заболели. Женщина хотела сделать прививки, но вакцины в больнице не было. 12-летний Адриан подхватил вирус на соревнованиях в Киеве. На лице все было в червоных плямах и так до самого низу. А в роте еще были всякие тоже плями. Когда я смотрела на себя в зеркало, то что какой-то монстр. Через неделю после того, как Адриан выздоровел, заболела шестилетняя Саша. Температура не надто высокая – 38. Сначала года в Закарпатии заболел 1471 человек. 80% – это непривитые дети, утверждают врачи. Ситуация с корием, конечно, пока что напружена. Мы не можем говорить сейчас про значительное уменьшение. У нас и на сегодня, например, двое детей находятся в отделении интенсивной терапии и с ускладнениями, и с запалениями легенев. Перебои с поставками вакцины против кори в области начались еще в 2013-м. В этом году, когда люди массово стали болеть, прививки пришлось просить у соседних государств. 8 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи прислала Венгрия. Минздрав выделил вакцину с опозданием. Пока запасы есть, 10 тысяч доз хватит на три месяца. Вакцина сейчас быстро расходится. Очень много желающих. За 2017 год наш регион был обеспечен всего на всего лишь на 31%. Очень низкий процент обеспеченности. У нас много детей осталось нещепленными, что спровоцировало, напевно, и спалах кору в области. Прогнозы врачей неутешительны. Говорят, из-за того, что большинство детей не привиты, болезнь не отступит как минимум до конца года. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Финансирование стартапов обеспечит технологический и экономический прорыв для Украины. Об этом Владимир Гройсман заявил на встрече с участниками инновационного пространства «Сикорский челлендж» Киевского политеха. Премьер предложил организовать Совет науки и технологий, где обсуждались бы инвестиции в научную сферу. Владимир Гройсман также ознакомился с разработками в области космоса, энергосбережения и очистки воды. Мы зацикавлены сегодня в развитии, в среднем развитии экономики. Без вас, без науки, без инноваций это сделать невозможно. А гемкость у нас сфер очень высокая. Я вас полностью поддерживаю. Политическая воля у меня на это есть. Завтра Кабмин рассмотрит вопрос расширения антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений в Украину. Об этом на предыдущем заседании заявил Владимир Гройсман. Так что же будет завтра? Нардепы категорически настаивают на полном запрете импорта из страны-агрессора. Услышат ли их в правительстве? Прошлую среду по настоятельной просьбе министра внутренних дел Авакова правительство ввело временное эмбарго на поставки карбамида и аммиачной селитры, произведенной в России. За это время первому вице-премьеру Степану Кубеву поручили разработать новый список кодов. Перечень российских удобрений, которые запретят импортировать в Украину. Это два ключевых кода, которые не можно завозить, хоть убить меня с закордона, а тем больше из страны-агрессора. Так называемый код 3105 и код 3102. Если кто-то не заболтает проблему, не найдется какой-то специалист, который зайдет до кого-то из больших начальников и не переконяет этого не делать, то можем рассчитывать, что мы наконец-то матимем тимчасовый эмбарго на ввоз российских аналогов миндобрев до того момента, пока парламент прийме и в первом учетении, и в другом закон про так званую нулевую ставку для всех выработников минеральных добрей, кроме России. Народные депутаты Украины обвиняют некоторых государственных служащих в откровенном лоббировании интересов российских производителей удобрений. Так депутат Олег Петренко обвинил замминистра эконом-развития и торговли Украины Наталью Никольскую в попытке сорвать введение эмбарго на удобрения из страны-агрессора. Доказать, если это не так, депутат предложил чиновнику в суде. Если же чиновники на завтрашнем заседании сорвут расширение антидемпинговых пошлин и введение эмбарго на российское удобрение, нардепы обещают самостоятельно перекрывать поставки российской контрабанды в Украину, блокировать железнодорожные пути. Буквально вчера издание «Комментарии» опубликовало расследование о якобы теневых схемах, которым, по мнению журналистов, может быть причастно Министерство инфраструктуры. Речь идет о крупных тендерах. Все детали о расследовании издания в нашем материале. Журналист издания «Комментарии» заявляет об участии Мининфраструктуры в коррупционных схемах на сотни миллионов гривен. По данным журналистов, еще с 2015 года Министерство лоббирует интересы компании «ТИС». Благодаря этому предприятие получило право на 50% торговых сборов в порту Южный, из-за чего бюджет теряет ежегодно 10 миллионов долларов. Компания также получает из бюджета деньги за фиктивную перевалку грузов и углубление акватории, заявляют журналисты. Еще в январе «ТИС» оказалась посреди крупного скандала, когда выяснилось, что в Мининфраструктуры планируют передать ей буксирный флот Одесского порта. При этом другим крупным портам, чьи руководители выступают против сотрудничества с компанией, в Министерстве отказывают в финансировании, утверждают журналисты. Еще в 2015-м СБУ открыло уголовное дело против руководства «ТИСа», которое подозревают в лоббировании интересов российского бизнеса в Украине. Журналисты комментариев также заявляют и о лоббировании Мининфраструктуры интересов еще одной компании с российским следом. Ад Механика, которую связывают с сыном президента-беглеца Александром Януковичем. Фирма участвует во многомиллионных тендерах «Укрзалезницы», а также выиграла крупные тендеры более чем на 4 миллионов гривен на поставку шпал для Киевпостранца. При том, что предприятие собственного производства не имеет. По данным журналистов, один из совладельцев от «Механика» входит в наблюдательный совет при Мининфраструктуре. Расследование уже прокомментировали в сети интернет ряд известных блогеров. По их мнению, только на этих коррупционных схемах бюджет ежегодно теряет сотни миллионов гривен. Кто в министерстве стоит за лоббированием интересов компаний с российским следом и о каких именно суммах идет речь? Вопрос уже к правоохранительным органам. Один украинский военный ранен был сегодня на Донбассе. Боевики открыли огонь из гранатометов и пулеметов в районе Песа. К окрестности Донецка сейчас самое неспокойное место на передовой. На позициях сегодня работала Ирина Баглай. На участке фронта в районе Авдеевской промзоны непривычная для солдат тишина. Под эгидой ОБСЕ проводятся работы по дезактивации и разминированию автомобильного шляха, подъезда работников и обслуживающего персонала в Донецкой фильтровальной станции. Но как только вечеряет и наблюдатели уезжают, боевики возвращаются на разминированные участки. Нарази восстановляют то, что у них там порушили. Створяют минно-инженерные загороджения, порушивающие международные требования, встановляющие гранаты на растяжке, отмечается встановление противопехотных мин. Ночью возобновляются и вражеские обстрелы. У них там 12-7, это 100% стоит, потому что прилетает по парам конкретно, и так даже больше, серьезнее. У них тут такой музыкант был, с пекема наваливав мелодию. То есть, кто его там слышит, то там. Такие хаотические обстрелы – ловушка для наших бойцов, поэтому на позициях приказ командира свои огневые точки не раскрывать. Отвечать тишиной на провокационные обстрелы боевиков. Эти изменения в тактике наших военных несли еще большую сумятицу в ряды наемников. И теперь они пошли на более радикальные меры, выставляют из своих окопов живых мишеней. Особенно в ночной час выставляли просто людину, как живую мишень для того, чтобы выкликать пострел. Десантники предполагают, что это могут быть пленные или гражданские арестанты боевиков. Их наемники выставляют строить новые инженерные укрепления и оборудовать огневые точки. Свое предположение командир объясняет явным нежеланием этих людей выполнять приказы конвоиров и внешним видом строителей. Под час перемещения по траншеи отмечалось, что эти люди не имеют индивидуальных способов защитства, бронезахиста, они не имеют оружия. И перемещение всегда происходит в присутствии двух-трех военных боевиков. Этой ночью боевики попытались приблизиться к украинским позициям разведгруппой, но их вовремя заметили. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Катар будет поставлять сжиженный газ в Украину. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Договор о поставках подписали во время визита главы украинского государства в эту страну. Транспортировать топливо планируют двумя путями через ЛНГ-терминал в Польше и через Босфорг. Кроме этого, страны подписали также еще одно соглашение о взаимном безвизе. Я хочу приветствовать всех украинцев с тем, что наконец нам удалось договориться и подписана угода про безвизовые путешествия украинцев до Катаро и катарцев до Украины. Это придаёт еще больше вагу украинскому паспорту. Хочу напомнить, что ДОХА является авиационным хабом. Мы запустили два летака в день для того, чтобы скоротить отстань. Это немного больше четырех часов. Отстань между Киевом и ДОХА и покладаем великой надеи на это. Таким образом, Катар станет 86-й по счету страной, куда украинцы могут поехать без предварительного оформления визы. Все, что необходимо, это биометрический загранпаспорт и билеты. Речь идет об ограниченном пребывании от трех месяцев до полугода в зависимости от страны. В МИДе утверждают, что до конца этого года хотят выйти на рекордные 100 стран с безвизом для украинцев. Будапешт требует от Киева внести изменения в закон образования, а его реализацию отложить на пять лет. В противном случае готовы блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и НАТО. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сияртов в Брюсселе во время заседания в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел. Украинский посол при НАТО уже подтвердил, что заседание комиссии Украина-НАТО действительно под угрозой срыва, но президент в любом случае примет участие в июльском саммите Альянса. Напомню, в Министерстве образования Украины неоднократно заявляли, что готовы к консультациям, но венгерская сторона их постоянно затягивает. Нападение на журналистов в Украине не расследуют должным образом. В этом убежден Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова. Он встретился в Киеве с журналистами и медиаэкспертами Национального союза журналистов Украины. По словам Дезира, раскрыть убийство Павла Шеремета и Вячеслава Веремея – это прямая обязанность власти. Иначе это станет стимулом для преступников продолжать в том же духе. Председатель союза журналистов Сергей Томиленко передал ОБСЕ резолюцию, в которой содержится анализ ситуации со свободой слова в Украине. Мы подготовили, чтобы буквально за конец минулого года, за 4 месяца, больше 10 заяв от национальных телеканалов, национальных языков, которые говорят про разноманитные факты, агрессии, тиску, про порушение справ Службы безопасности Украины, до журналистов, расследователей и то, что. Я думаю, очень важно защитить свободу слова. Это создаст плюрализм в обществе. Ситуация в Украине сложна из-за событий на Донбассе и в Крыму. Но даже в этой ситуации меньшинство и оппозиция имеют право на собственное мнение. 23 сотрудника российского посольства в Лондоне покинули Британию вместе с семьями. Это почти 80 человек. Это, напомню, ответ на отравление бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля в Солсборе. Британские дипломаты, которых Москва в свою очередь высылает из России, вернутся на родину до конца этой недели. По данным польского издания, газета «Право» на высылку российских дипломатов в знак солидарности с Британией рассматривают также и в Варшаве. Кому должны, прощаем. В США поставлен новый антирекорд. Государственный долг этой страны впервые в истории достиг 21 триллиона долларов. Почему Трамп не смог урезать расходы, разбирался Дмитрий Анопченко. Сколько должна Америка? Минфин страны буднично подсчитывает каждый день и ежедневно публикует статистику. Суммы тут с десятью нулями. Долг давно уже не сотнями миллиардов, а триллионами считают. Вот официальные данные казначейства. В начале прошлого года госдолг больше 19 триллионов. В сентябре 17-го перевалил за 20 триллионов. И на днях превысил отметку в 21 триллион долларов. Это значит, за год правления Трампа государственный долг страны вырос больше, чем на триллион. С одной стороны, это вроде бы не так и много. Ведь за 8 лет президентства Обамы долги США вообще в два раза увеличились. С другой, все равно сильно бьет по репутации Дональда Трампа. Ведь баллотируясь, он как раз нещадно критиковал демократов и обещал затянуть пояс и не увеличивать долги страны. Президент был свято уверен, сможет урезать расходы. А значит и долг не просто расти не будет, а реально уменьшится. Но сейчас ему срочно понадобились деньги на армию, да и налоговая реформа по бюджету ударила. Бизнес вздохнул свободнее, но страна меньше средств получать стала. Вот и решили действовать в точности, как предшественники, занять еще больше денег у Федеральной резервной системы. По сути, напечатать еще триллион. Причем далеко не в последний раз. В этом году плановый дефицит бюджета, примерно 800 миллиардов, в следующем может порядка триллиона долларов составить. И в этом экономисты видят очень большую опасность. Полгода назад, когда госдолг Америки достиг 20 триллионов, тогдашняя глава Федерального резерва Дженет Йеллен, выступая в Конгрессе, произнесла фразу, напугавшую очень многих. Мол, ситуация сейчас такая, что жители страны должны ночью в холодном поту просыпаться. И понятно, что нынешний антирекорд это тоже мина замедленного действия для экономики. А еще момент истины для Дональда Трампа. Момент, когда он должен решить, как поступит. Пойдет на непопулярные меры, но урежет расходы или решит сохранить остатки рейтинга и все будет по-прежнему. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Не только секс в большом городе. Актриса Синтия Никсон, ставшая мегапопулярной благодаря роли Миранды в культовом американском сериале, решила баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка. Уже и предвыборный ролик готов. В нем Синтия говорит о том, что всю жизнь прожила в этом большом городе и видит, насколько его запустили. В рекламе планы, очень напоминающие кадры из сериала. Поход актеров во власть в Америке сейчас это тренд. После победы Трампа многие популярные личности решили, что политический опыт не нужен вполне достаточно громкого имени и громких заявлений. Национальная паралимпийская сборная Украины вернулась домой. На играх в Корее спортсменам удалось завоевать 22 медали. В Борисполе их встречал и наш корреспондент Даниил Снисар. Целыми семьями с цветами и плакатами. Родственники паралимпийцев начали съезжаться в аэропорт Борисполь за несколько часов до прилета спортсменов. В общем зачете зимних паралимпийских игр Украина в этом году на четвертом месте. В корейском Пхенчхане за победу боролись 30 наших спортсменов. На пьедестал украинские паралимпийцы поднимались 22 раза. В спортивной шкатулке 8 золотых медалей. В аэропорту сборную встретили аплодируя стоя. Есть в сборной свои рекордсмены. Оксана Шишкова из Пхенчхана привезла 6 медалей, среди которых одна золотая за победу в биатлонной гонке на 15 километров. Все наши перемоги, все наши нагороды, все наши медали нашей сборной паралимпийской Украины, это все мы присвячиваем нашей Украине и нашему народу. Поздравил спортсменов и премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство и дальше будет поддерживать развитие паралимпийского спорта в Украине. Сами спортсмены говорят, победа действительно далась им нелегко. Так золото в биатлонной гонке на 15 километров харьковчанин Виталий Лукьяненко завоевал, несмотря на боли в коленных суставах. Все это давало определенные сложности к подготовке именно к старту. Поднятие флага на медалклаза, это самые большие эмоции. На достигнутом паралимпийце останавливаться не собираются, большинство из них уже через несколько дней вновь приступят к тренировкам. Попереду чемпионат света в 2019 году. Данил Снисар, Геннадий Аникенко, подробности телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова